Лена, большое спасибо. Спасибо большое. А у твоих учителей были прозвища в школе какие-то? Ну, конечно, да. Но я сейчас не буду говорить, потому что есть вероятность, что они прямо сейчас нас смотрят. Я молчу. Спасибо большое, друзья. И мы продолжаем отмечать этот праздник. Как здорово, когда есть у нас молодые педагоги, когда новые кадры поступают в профессию. И недавно прошел конкурс, педагогический дебют. И победила в одной из номинаций в этом конкурсе Нина Фоменко, преподаватель Краснодарского педагогического колледжа. У нас сегодня в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте. Как настроение у вас? Хорошая, отлично. Хорошая, такая учительская. Да. Естественно, уверена. Скажите, вы в этом колледже, получается, учились и остались там же? Да, я училась уже на третьем курсе, стала специалистом в области дополнительного образования. И потом уже будущим преподавателем. То есть цель появилась только на третьем курсе? Или это было изначально? Нет, цель появилась сразу же. Была такая мечта. Но я не знала, что она так скоро сбудется. Вот шла уверена к ней. То есть, получается, совсем недавно вы еще были за, так сказать, партой. Да. Теперь вы педагог. На какой стороне баррикад проще или интереснее? Ну, я считаю, и там, и там по-своему трудно, потому что для студентов это какой-то новый опыт. Вот. А для преподавателя уже, конечно, мне интереснее. Можно придумывать различные занятия, включать свои интересы. А какие методы обучения сейчас существуют для того, чтобы заинтересовать студентов? Вот те же самые методы остались, когда вы учились и сидели за партой? Или сейчас вот есть что-то новое? Потому что на конкурсе, насколько мы знаем, инновационный такой подход. Да. Да, я использовала различные техники обучения, планирования, тайм-менеджмента. Это скрайбинг, чек-лист. Скрайбинг. Да, интеллект-карты. Вот. С помощью них можно работать с информацией. Это удобно и наглядно. Скрайбинг, что это такое? Скрайбинг это представление с помощью картинок, при том, что даже можно не обладать художественными навыками. Как у тебя, соответственно. То есть смотрите, это солнце, это... Нет, подожди. Да, с помощью различных стрелочек, фигур можно показывать. То есть ты визуализируешь что? Свои задачи или... Какой-то любой конспект можно взять, какую-то информацию, чтобы быстрее запомнить. А записывать его тоже? Зарисовывать нужно или нет? Можно прямо в фигурах, в стрелках, в треугольниках. Все, что ты умеешь, короче, Саша. Палка-палка, огуречек. Тут можно проявлять интерес. То есть можно сказать, что именно активные методы обучения способствуют развитию интереса, чтобы студентам не полностью давался материал в готовом виде, а чтобы они сами добывали его и работали все. То есть вы имеете в виду, что схематично бывает даже проще им запомнить? Да, это так. Вы, получается, сейчас преподаете студенты ненамного младше вас. Как они вообще к вам относятся? Все-таки как к учителю или как к другу? Они относятся, конечно, как к преподавателю. Для меня самое главное уважение в отношениях со студентами. Я всегда об этом им говорю, чтобы они уважали своих будущих учеников. Но при этом всегда атмосфера очень теплая. Есть ли цель стать преподавателем вуза в дальнейшем или все-таки в родном колледже? Планируете и дальше работать? Я планирую дальше работать в моем колледже. Я чувствую себя как дома там и восхищаюсь своими коллегами. Да, и мы видели, что и они вами восхищаются и гордятся. Но вот такой вопрос. Если все-таки не педагогика, кем могла вообще стать Нина Фоменко? Я хотела быть журналистом. Прежде всего, да, занималась в клубе подготовки в Кубанском университете. Но хотелось мне, чтобы профессия была социально значимой. И я считала, что и журналистика, и преподавание – это очень такие важные профессии. Но склонилась больше к преподаванию. Вот видишь, и как бы и нашу профессию похвалили, и себе. Есть ли желание у нас сегодня в студии, как вы видите, вы рядышком там сидели, учитель года. Есть ли у вас цель – поучаствовать и в данном конкурсе когда-нибудь? Да, я думаю, это было бы здорово. Естественно, будем болеть за вас, переживать. А здесь, в колледже, какой предмет вы преподаете? Я преподаю педагогику, психологию, литературу. Как вообще сейчас обстановки в колледже, вот именно в вашем… В каком плане обстановка? Ну, имеется в виду… Все ли ходят в масках? Двойки? Двойки ставите? Двойки ставят или все там отличники у вас? Я всегда мотивирую студентов, чтобы они ориентировались не на отметки, а на знания. И стараюсь дать им возможность всегда улучшить. Но дисциплина хромает? Бывает такое? У нас с дисциплиной все хорошо, это же будущие учителя, они осознают, понимают, профессионально ориентированы. Вы с виду такая спокойная вроде, да? Бывает такое, что выводят из себя какие-то студенты, типа Паша нашего, балуются, кто-нибудь сидит? Такое бывает редко, я сама была на их месте, знала, какое время, что им сказать. Есть стереотип о том, что вот говорят, что троечники часто в жизни лучше устраиваются, открывают бизнес. Да, а вот кто был, как говорят, ботаником, да. Кто-то работает на дядю. Да, условно говоря. Как думаете, с чем это связано и на ваш взгляд, правда ли это? Я считаю, что это связано с тем, что они умеют, троечники умеют выкручиваться из любой ситуации и как-то проще. И как-то проще ко всему относиться. Но это не значит, что будьте троечниками, да. Друзья, учитесь хорошо, и я уверен, замечательные, умные, юные гости сегодня вместе с нами. Конечно же, мы поздравляем вас с этим праздником. И не можем не подарить всем учителям прекрасную песню солисты хора Межшкольного эстетического центра «Город Краснодар». Пожалуйста, под ваши аплодисменты. Звенит звонок, уроки в школе начинаются. Спешит учитель в класс, он встречи с нами ждет. И так тепло, как солнце снова улыбается. И к неизведанным открытия ведет. Такое вот учительское счастье Оно берет начало в сентябре И до весны в его судьбе Сольный есть только в солнце, а не на сне Не значится в его календаре Когда-то он и сам сидел за партой школьной И на учителя похоже быть мечтал Чтобы потом с такой учительской любовью Уже своим ученикам урок давал Такое вот учительское счастье Оно берет начало в сентябре И до весны в его судьбе Сольный есть только в солнце, а не на сне Не значится в его календаре Ах, годы школьные Никем не забываются Сентябрь первый и прощальный выпуск И все прощая на учитель улыбается Благословляя долго И до весны в его судьбе Сольный есть только в солнце, а не на сне Не значится в его календаре С днем учителя вас поздравляем, друзья Никуда не переключайтесь Такое вот учительское счастье Слава Валентины Корненко, музыка Анастасии Циценко С праздником учителя!